но тем не менее поздравьте нас мы прошли этот уровень и тут же нас встречает робот зомби который нас уничтожит к чертям понятно зря мы сняли к лицу невидимости пока ухты это просто повезло робот зомби и гигант мутанда это все из-за перевода ты вырос прыщ нет это прыщ у нас вырос прыщи наша тофна понизилась на единицу это так действует местный мутант труп костюм шута то что надо ты вырос прыщ господи перевод шестой шикарный бутылку водки пожалуй выпьем or орочий самогон но хоть не дворфейский теперь о лес ардем он убьем его так что-то еще у нас есть интересного фея лучница класс фея лучница голубой это был код не знал не знал о неужели это тот салтарь древний алтарь древний алтарь а какой направленность это можно узнать нет он он вроде серый эй вставай сюда я тебя принес в шерту она придется принести в жертву каких-то людей здесь существ вот этих крыс за мной в этой в этой ты истощен да 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 есть 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 конфликт наблюдатели воин спорят а жертва отлично воин побеждает ты услышал проклятие от наблюдателей Алтарь окрасился серым. Мощный голос принес. Принимаю тебя, новичок. О, отлично. Вожак изгоев. Воин благосклонен к тебе. Отлично. Я, кажется, конвертнул алтарь. Он был белым. Я конвертнул его в нейтральный. И стал нейтральным. Да. Мне нужно найти позитроны. Амулет жадности. Ты услышал вдали хоромф. Ой, тут стена. Господи, да кто там корет хоромф в том-то? Весь чат загоражен. Хоромф. Надо поскорее отсюда валить. Хоромф какой-то подозрительный. Это у нас зверь Дорн. Нет. Нет, 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 нет. Нет, только не Дорн. Нет, там был голубой кот. А это Дорн. А вот от Дорна нужно убегать. Потому что он никогда не стесняется. Вниз. Так. Ты осмотрелся. Ты осмотрелся. Ты осмотрелся. Ты осмотрелся. Ты осмотрелся. Только не говорите мне, что тут нет нихрена дверей. По-моему, я выпил зелье, которое мне дал Дворф в Дворфтауне. За квест. Только что, ну, я просто осматривался и автоматически прокачал чтение. Да. Было написано. Нет, двери тут нет. Нет, есть. Нет, нет. Ты поспорил со стеной. Ты научился читать. Жесть. Мы ушли от Дорна, но чувствую, что обратно нам придет сложно возвращаться. Так как Дорн обладает атакой парализовывать 69 раз. Что-то вроде того. Но обычно люди обычно не доживают. Дышь. Ну, да, у нас же не людь. Так что мы можем обследовать комнаты. Я. Жесть. Я не думал, что даже ящериц-то и не хватит, собственно. Какой-то он... Что-то он много ест от Торг, да? Ты слышишь? Кто-то считает деньги. Ты слышишь? Деньги-то кто-то считает. Да-да-да. Это хорошо, что кто-то считает деньги. Значит, тут есть магазинчик. Можем сейчас... Нет, это был гремлин. Сейчас как раз мы сбагрим все деньги. Кстати, Дорна можно было принести в жертву на алтаре. Да. Если мы его обойдем и у нас не парализует, нам повезет, то да. Принесем жертву. Да, пилигангер. А вот уже, собственно, лев. Который с одного удара был разрублен в куски. Отличный депилигангер тоже. Теперь мне хочется магазинчик найти. Магазинчик здесь. О! Мимо мышь. Давайте. Да. Я съел. Жуковина. Две жуковины. Здешний воздух. Да, здешний воздух освежает тебя, быстрее твои чувства. Отлично. То, что надо. Перед магазином освежился. Это что? Это у нас... Акубль-шаман всего лишь. Мега-пес. Бронзовый амулет. И сейчас, наверное, это будет амулет оф лайф-сейвинг, да? Да, уже умер. Депилигангер-царь! Ох ты, депилигангер-царь это серьезный противник, поэтому в трус. Уходим. Ты пришел в себя. Отлично. Снова. Ага. Он внезапно паникует, подбирает стрелы и уматывает. Зачем? Логика царей никогда не была ясна. Они то нападают на другие государства, то стрелы подбирают и уходят. Кто их поймет? Ага. А вот тут я хочу покушать. Все. Спасибо. В погоню за царем. Нет, погоди, надо перекусить. Вот теперь в погонях. Да, я услышал, как кто-то кроет воров и нашел дверь. Вон тут как раз мечник. О-о-о. Сектипус. Темный эльфий. Магазинчик мычит. Выходи, Сектипус. Лавка. Лучшие в мире зелья. Ну посмотрим, что у тебя за лучшие в мире зелья. Фея лучница. Зелья невидимости. Зелья скачка восприятия. Зелья противоядия. Скрянка с водой. Зелья извлечения. Лежат какие-то вещи. Зелья тренировки. Опять склянка с водой. Бутылка водки. Значит, 142. 142, значит, они неблагословленные. Зелья видимости. Противоядия. Крови тролля. Невидимости. Крови тролля. Проклятая склянка с водой. Зелья скачка маны. Зелье чудо, кстати. Можно купить. Оно так чудесным образом что-то сделает. Да, рандомные. К сожалению, тут благословленных склянок нет с водой. Увы. Собственно, вообще ничего интересного. Да, тут есть зато всякие изделия скачков, которые можно купить. Хотя вот... Ну, восприятие нам не нужно. Персепшн. Красота не нужна. Вот потенциал ловкости. Вот интересно можно будет. Так. А так-то... Ловкость. Декса 16, не знаю. На видео. Да, наверное, подосла. Сравните на видео, что там подросло. Потому что это как я не сильно помню, что там на что. Собственно, и продавать-то нечего. У нас есть все. А, хотя, что и нет. Есть все. Зелье. Бутылка водки. Хотя нет. Его можно обменять у пьяницы на любое зелье. Что, 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 что. Ну, тут в принципе, что. Взяли тренировки. Надо принимать перед тренировкой. Перед питьем других зелий и втиранием всяких трав. Нужно пить благословленные зельи тренировки. Но это, опять же, у нас нет благословленных ввод, что можно было окунуть. Все благословить. Кольца у нас всегда один стол. Ух ты! Новый манускрипт. Гнозап. Сейчас узнаем, что это. Надеюсь, это не связано с дурном. Так, где ли тренировки? Еще одно. Ужас. Зачем нам столько зелий и тренировки? Нас явно хотят потренировать перед чем-то. Так, снова сейвимся. Куда приведет нас это приключение? Я не знаю, ребят, но где-то здесь есть первый босс. Забыл просто, как его называют. По-моему, змея из голубин. Или до него нам далеко. Кедровый жезл. Кстати, мы тот жезл таки не использовали. Кедровый. Что это такое? Это жезл огненных шаров, да? Жезл огня, да. И там еще один. Так. Вот это сейчас было серьезно. Мы робота-зомби убили. Но это стоило нам карьеры. Твой свиток суперопределения сгорает в пламени. Да ладно. Ну, зато у нас жезл молнии появился. О, отлично. Да, просто будем стрелять. Спрут охотник ошеломляет тебя. Ты разрубил спрут охотник в полную силу. Ну, ладно. Это хорошо, что разрубил сухое желе. Ух ты. Что это было-то? Сухое желе излечивается в Иран. Регенеративное желе, понятно. Ой, корруптор ударил в место. Ты коррумпирован, коррумпирован, ты стал коррумпирован. Ты понял, что на рбу выросли антенны? Внешность минус четыре. Теперь у нас внешность два. О, господи. Мы опять коррумпированы. С каменными мышцами и с антеннами на лбу. Прямо да, но тем не менее это вписывается в общую концепцию роботов-зомби. Как раз знаешь, такой орк из 50-х годов такой с антеннами на лбу. Типа я каменный робот-орк. Да, да, да. Робот-обротень. Ужас. Как такое вообще может прийти в голову? Ой, 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 вот этого сейчас первое. Да, вот. Слава Богу, его вынес. Это был эльф. Он мог сейчас проблем доставить. Робот-зомби, ё-моё. Не, ну, надо же, фантазия просто бурлит. Ой. Что-то на земле разодран. Ну да, слава Богу, что у нас есть какой-то резист. И она, видишь, просто сожгла всё на земле, но у нас не сильно попало. О, всё подземелье покрыто обломками костей, остатками ткани, пятнами, кровью и ржавчиной. Пёс-туман. О, сколько псов-туманов. У нас есть шанс получить контроль телепорта. Класс. Ну, мы всё равно продолжим есть оргтруп. Так, отлично. То, что надо. Псы-туманы. Молодцы. Это вроде блинг. Древний минотавр-труп, но мы можем все трупы съесть. Так. Пёс-туман. Он умер. Ушан-труп. Тёплый плащ. Это какой-то артефакт, скорее всего. Волк-труп. Мне кажется, тут банши, да? Потому что я помню, что уровень с трупами просто меня эти трупы смущают. Знахарка-труп. Да-да-да. Это уровень с банши, где нужно заткнуть уши. Иначе она у нас инстакильнет. Загнул антенны, да? Чтобы себе уши заткрыть. Чувствую, нам придётся к Дорну возвращаться сейчас. Ну, я всё-таки сохранился, видишь? Ой, комната с призраками. Первым делом убиваем духа. Потом того, кто дрынит статы. Да, астренджа упала к сужер. Тролль, тень, труп. Тролль, тень. Труп. Теневый тролль. О, что-то убегаете, это же ваша земля. Ну, ладно. Какие-то непатриотичные существа. О, ловец, гоблин-ловец. Сломанный узкий кинжал. Это не то, что нужно. Вер, крыс. Живая стена. О, ну, вот мы впервые встретили живую стену. Просто делать нас слабым почему-то. Ну-ка. Высасывает силу. Понятно. стена. Ух. Не смог повредить. Нифига себе. И она нас парализовала, по-моему, да? Да. Прикольная стена. Знаешь, что? Вкуси-ка. Немножко огня. На, понятно. Иначе и быть не могло. ноль зарядов. Ладно, жезл молний. Ты услышал странный вжик. Вжик, вжик. Ты вытер лицо. Черт, я мискликнул, да. Хотел выпить зелье экстра излечения. Ты излечился. Ты отбил живая стена. Что ей интересно. Ой, жезл молний, ноль зарядов. Ну, ладно. Знаешь, что тогда можно сделать? Можно сделать, хотя нет. Хотел телепортировать живую стену, но понял, что это безумно будет. А, сейчас это уже нормально. Да. Кобальт вождь, лев труп, черный жрец труп, кобальт труп, какие-то вещи, огур труп и гарпа труп. Огур труп. Тега огур труп. Здорово. Огры, по-моему, дают силу. Да. А кобальт вождь? Топпельгангер, лорд, кобальт вождь, тролль, труп. Фига он себе понабрал трупов. Съедим тролль. Испорчено. Ну и хрен бы с ним. Испорчено. Так. Большой паек. Отлично. Мы теперь сытые. Мега орк труп. Жуковина труп. Жуковина. Водоящерица. Огнеящерица. Не хочешь есть. Как же так-то? А теперь хочу. А, нужно было поджарить. Точно. Детучая мышь труп. Черный эльф лорд труп. И нету ни одного полезного трупа. Вот так дела. Эй, баньши, ну что ж ты? надо было нормально убивать. Вот она, баньши. Уходим. Ты услышал страшный вой. Мышь умер, мышь умер, мышь умер, веркрыс умер. Ой. Слыши, да, да, нас сейчас кильнут. Да, надо эти воткнуть беруши. А беруши берутся из Дворфтауна. Баньши воет, он жуткая песня, но волны смертельного звука убивают тебя. Но, как будто там это говорится, типа, ну вот так-то, так-то. Ладно, поднимаемся наверх, нам придется взять беруши. К сожалению, улья нам не попалась. Обычно перед баньшей идет улей. Ну, чтобы можно было беруши достать. Пчел воск этот. А в этот раз улья не было почему-то. Это такой фейл. А, что мы сейчас сделаем. Мы как дорнато обхитрим кольцо невидимости. Тонкое кольцо. да, к алтарю подгоним его и поженим с богом. Так. Какая именно вот это, да? Ага. Тут нужно magic mapping заюзать. Горсть монет падает с неба. Ух ты. В фигасе свиток. Свиток вызова богатства. Угу. Так. Зверь Дорн гневно рычит. Хорумф. Не-не. Он должен был если бы его создали сегодня, он должен рычать был по-другому. Как-нибудь он должен был петь на Евровидении. Так. давайте заходите на алтарь ночью, ребят. А, точно-точно. Надо же съесть, съесть, съесть. Смотри, и ни один не зашел на алтарь, как будто чувствуют заразы. воин очень доволен тобой. По-моему, доволен собой. Так, ладно. Вот это убиваем. И снимаем кольцо невидимости, и эльф офигевает, что оказывается тут кто-то есть. Нормальная странная тряпи... Ух ты, он идентифицировался, ты посмотри, мы сейчас можем идентифицировать все. Но, с Богом. А, как тут все выкинуть-то? Д. Ладно, придется вот так. Давай. Все повыкидываем. Хотя нет, кроме вот этого. Ланцет, кривый меч. СССР выкинем. FGH. Он непроницаем одеялом. А. Л. Джей. Жезл телепортации. ПЦДЕФ. GH. И Джека. Все, 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 выкинем. GH. Да. Еще и золото и зеленый джем. Все. Все, выкинули. Все. У нас, да, у нас осталось только куча из 30С, которые мы сейчас выкинем. черт, куча из 30С осталась. Надо выкинуть ее. Простите, вырубить. Так, куча. Ну и теперь все поднимаем. Ну-ка, нормальная диадема. Проклятый костюм шута. Нормальный темный плащ. О, можно одеть. Бронзовая молитв жадности. Благословленный ланцет. 33 благословленных Си, 30 нормальных и 9 проклятых. Проклятое водонепроницаемое дело. Проклятое тонкое кольцо. Хорошо, что я его не надел. Хотел ведь проверить. Проклятое жезло огня, из которого мы, кстати, благополучно выстрелили, по-моему. Куча из двух благословленных зельей экстраизлечения. повезло. О, у нас есть три зелия цветовой воды. Отлично. Осталось отнести их до Дворфтауна, обмакнуть свиток определения и определить вообще все. Классно. Три зелия цветовой воды. А теперь все поднимаем. Что я хочу подобрать? Как подобрать все? тщательный поиск. По-моему, там где-то спецумения отпереть, переметь, меняться. Подбор предметов Ctrl-A. О, что сюда? Автопикап. А, вы должны изменить это в файле специально. Типа так нельзя. Включить капкан Ctrl-D. Я включаю капкан. И сам семя так. Не говорю. Не говорю, тут же можно отстроить свой дом в этом, в Элдернсе. И ловить на живца кого-нибудь там и ферму свою сделать семенами. Да, еженица. На хелевастере. Можно сказать ему выходи за меня и одеть ему и узнать, что в Витинг-Ринг есть такое кольцо. потому что если он умрет, ему придется отдать все свое имущество нам. За счет жадности он будет жить. Вот мы и придумали, как еще раз, как еще спасти хелевастера. Дайте ему это Витинг-Ринг. Ну, мне кажется, его убедят каменные мышцы. Отдать приказ друзьям. Пнул. Глян. Класс. Кик-лук. Глян. Лук. Глян. Господи. Смод. Смод, да. Еще бы написали. Удобный режим выбрасывания Ctrl-D. А удобный режим поднимания это у нас что? Быстрый режим подбора вещей. Во-ка. То есть есть такой. Да. Ура. О, я все взял обратно. Классно. Спасибо, Трепью. Он показал нам, что все можно идентифицировать. Ура. А, кстати, зелья святой воды у нас их не было. Мы на алтаре их бросили, они стали святыми. Да. Это потому, что мы нейтральный алтарь, тоже нейтральный. Мы конвертнули алтарь. Вообще система какая-то вот, ну, понятная. То есть мы вроде сами были не нейтральные, но конвертнули и все. Ладно. Возвращаемся в Дворфтаун. Возвращаемся в Дворфтаун. Это будет очень долгая, очень долгий поход. Да, кольцо. Да, вот тут целый ряд ребят, которые могут проникать сквозь стены и, в общем, портить нам жизнь. Посему мы вот как-то так сделаем. Но дело вот в чем, ребята. По крайней мере, эта серия точно подходит к концу, потому что уже практически час. Вот. А в следующей серии мы, наверное, за кадром сходим в Дворфтаун, разберемся с вещами и продолжим где-то с уровня 19-го, так, 20-го проходить дальше вниз. Потому что тут нам придется еще попить дели силы, нашу силу поднять, ну, в общем, все выпить. Да. травки потереть и так далее. Так что спасибо за внимание всем, кто смотрел эту серию. Да, и обязательно комментируйте без всяких там одиноких комментаторов, которые пишут. Я нифига не понял, что происходит на экране. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и комментируйте. Играйте в хорошие игры. С вами был Ден Окс. Всем пока и удачи. Итак, снова всем здравствуйте. С вами Ден Окс. И теперь уже не просто голос в его голове, уже то, что можете слышать вы тоже. Да, теперь это что-то такое, с чем я не разговариваю сам с собой. Это гораздо больше меня и сильнее. В общем, что я несу, надо кусок воска воткнуть в уши. И получится беруши. Все, что пришло тебе в голову, это заткнуть уши с помощью куска воска. Не хочешь ли заткнуть уши? Ох ты ж, блин. Теперь я глух. Говорится. И это комната с напряжением. Давай подождем, пока Банше всех убьет криком. Я даже трус сделаю. Да. Мышь умер, мышь умер, мышь умер. Спасибо. Очистила путь. Банше что-то кричит. Как обычно. Ты мимо, мимо. Ну, чешли не попадают. А, серьезно, теперь я не слышу, не слышу, можешь не кричать. Спасибо. А, теперь можно выткнуть беруши. Да, Банше это был такой мини-босс, которого стоило просто взять и... А, уши надо вытер лицо, а уши как-то... Не помню, как уши проверить. А, вот, чистить уши е. Ты прочистил уши. Ну, оставшийся кусок воска можно съесть. Так, и, собственно, говорят, прополис полезен. Да, прямо вместе с нашей ушной серой собственно съедим. Тут я, насколько помню, трупов никаких полезных нет, вообще ничего полезного на этом уровне, поэтому обследовать его сейчас мы уже не будем, то получится долгая серия, это такая, знаете, компоновочка будет из часовой серии, где мы в конце убили Банше и заходим на следующий уровень. И тут неизвестный коридор полной неизвестности. Что нас там ждет, мы узнаем уже в следующей серии, полностью в следующий этот раз. Надеюсь, я, кстати, эту серию разделю на две, потому что час все-таки тоже не хочется ставить. А так по две серии хотя бы хоть можно растянуть на несколько дней, чтобы вы там видео не просили новое. По 10 минут. Да, да, да. Именно. Раз в три недели. Раз в три недели по 10 минут. Так к концу года будет вот эта вот серия где-то уже увидите. уже полгода прошло, значит, еще осталось полгода. Да, а полное прохождение от дома затянется на 10 лет. Как это, как это и нужно проходить эту игру за 10 лет? Ну, это как война и мир. Сел за нее, за один пресест прочитать это будет не очень. Надо ее читать так, чтобы у тебя борода начала расти, как у автора. Да. И в конце концов закрытие врата хаоса, когда у тебя вырастут рога, антенны и прочий шелупень. Получишь этот коррумпирование от, не знаю, от постоянного просматривания этой графики. Да. Глаза станут каменными просмотра Аскикода. Ну, в любом случае, ребят, ставим лайки, подписываемся. Следующая серия сложно сказать, когда будет и сложно сказать даже о чем она будет, потому что мы просто будем дальше двигаться вперед глубже. Потому что, видите, у нас Тафна 23, Декстерити 18. Мы прокачали с помощью втирания трав. Так что втирайте травы, пейте водку. И используйте товары только от проверенных поставщиков. Да, 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 и никогда, никогда не атакуйте кабана. Когда атакуют баньши, закрывайте воском уши. Вот мораль сегодняшнего прохождения. Ну, можно уже наши видео делать образовательными. Это точно. Ну, что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, играйте в хорошие игры. С вами был Дон Окс. И голос в голове. Который теперь уже говорит. Поэтому моя шизофрения... Нет, просто он в голове у всех подписчиков и зрителей. Да, наша шизофрения прогрессирует. Поэтому еще ставьте лайки, если у вас тоже прогрессирует шизофрения. Господи, собираем каких-то больных подписчиков вокруг нашего видео. Ну, ладно. Лечитесь и будьте нормальными. для этого нужно втирать травы в мозг. Втирать какую-нибудь проклятую стомофилию, чтобы у вас уши завяли. А можно просто подорожник приложить. Плюнуть на него и приложить. обязательно благословить подорожник, то есть макните его в святую воду. Кстати, забыл макнуть в святую воду. Это будет повод вне видео подняться до алтаря и все проделать. Да. Ну, ладно, прощание затянулось, так что всем пока и удачи! Продолжение следует...